Продолжение следует... 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 Мы знаем, что большое количество родителей сами пытаются найти эту информацию, зачастую не только в России, но и в других странах сами подозревают именно расстройство аутистического спектра задолго до того, как ребенок получает официальный диагноз. По некоторым исследованиям родители не всегда довольны, когда диагноз сообщает педиатр, потому что педиатрический прием не только у нас ограничен по времени, но и в других странах, потому что этот диагноз выдается достаточно быстро, лаконично, и нет возможности продолжить беседу. А мы помним из презентации Кристин, насколько шокирующим может быть известие о том, что у ребенка есть некоторое состояние, которое останется с ребенком в течение всей жизни. Ну и реакции по поводу постановки диагноза. У нас была прекрасная презентация. Спасибо огромное, Кристин Калл. И я не буду на этом останавливаться вообще. Вот по поводу того, надо ли делиться своими сомнениями и подозрениями. Все-таки ретроспективно мы видим, что многие родители воспринимают вот эту вот задержку в диагнозе и ложные надежды как огромный стрессор. Все-таки родители имеют право знать, что мы думаем о их ребенке. Это не совсем этично, что-то думать о ребенке и не говорить главному человеку в жизни ребенка, его родителю. Ну и родители выявляют очень большое недовольство, когда они понимают, как строится диагностический процесс, как строятся программы помощи не только в России, но и в разных других странах. Нам нужно объяснять, что мы делаем. Это мы делаем из года в год, изо дня в день. Для родителей это не обычный процесс. И наш родитель не должен являться психологом, неврологом, специальным педагогом. И очень часто наши действия для родителей просто непонятны. А теперь я хочу рассказать вам несколько историй. И думаю, что если в нашей аудитории я знаю, что есть родители, вы, наверное, какие-то части истории узнаете и увидите себя в этой ситуации. Итак, у нас будут жалобы, у нас будет специалист, которому отправлялась семья, у нас будет обследование, которое получал ребенок, рекомендации и, соответственно, лечение или программа помощи. Это истории, которые мы получили из расшифровки аудиозаписей наших родителей во время проведения диагностического интервью. И понятно, что из соображений этического характера никаких имен, адресов мы вам не скажем. Итак, один мальчик, мама которого очень волнуется, потому что ребенок не говорит. Идет она к кому? Идет к педиатру. Педиатр ничего не назначает из обследования, отправляет к неврологу. Ну и, соответственно, лечения и помощи пока у нас нет. Мама с ребенком, который не говорит, приходит к неврологу. Ее направляют на стандартное обследование, которое есть УЗИ мозга и электроэнцефалограмма. И невролог, получив результаты исследований, говорит, как часто нам говорят, мозга хватает, все хорошо. Идите-ка вы, мамаша, к логопеду и психологу. Приходит, а ребенок все-таки не говорит. Приходит мама с ребенком к психологу. Психолог ничего не обследует, наблюдает, смотрит, говорит мальчик. Ну точно, родители балуют. Ну и, соответственно, подождите немножко. Но мама-то все не унимается, потому что ее ребенку вообще-то не говорит, а ребенку уже больше двух лет. И идет она к другому неврологу. Тот ничего не назначает, смотрит, как ребенок носится по кабинету и ставит диагноз, в карточке было написано гипермобильность, ну, наверное, более квалифицированно было бы написать гиперактивность. И назначает церебром композит и настойку пиона. Но маме от этого легче все равно не становится, потому что он как не говорил, так и не говорит. И она идет к логопеду близлежащего детского сада. Женщина смотрит на ребеночка, ребеночку два с половиной года, он ничего не говорит. Она говорит, ну что ты хочешь, у тебя мальчик, в общем, подожди, лето, потом ты его не заткнешь, через шесть месяцев рот не закроет. И говорит, пошли бы в детский сад. Но маме-то все никак не имется, потому что у нее ребенку два с половиной года, и у него рот, конечно, открыт, только ничего не говорит. Она идет дальше к логопеду. Логопед говорит, слушай, он у тебя еще и на имя не отзывается, а может, он у тебя глухой, иди-ка ты слух проверь и отправляйся к аудиологу. Ну и, соответственно, аудиолог, человек, который в том числе владеет скринингами на аутизм, отправляет семью к нам со славой, и у ребенка есть естественное расстройство аутистического спектра. Еще одна история. Ребенок чуть помладше, ребенку полтора года, и маму жутко пугает то, что у нее ребенок головой стучится. И куда она идет? Она идет к педиатру. Педиатр не назначает обследование, говорит, пожалуйста, мамашка, проследуйте к неврологу. Невролог ничего не назначает, говорит, что все пройдет. Ребенок бьется головой, и мама идет к другому неврологу. Тот назначает УЗИ мозга. Результаты УЗИ мозга показывают, что с мозгом все в порядке. И невролог назначает эльтофорез и массаж. Как-то так случилось, слава богу, ребенок головой биться перестал, но возникла другая беда, он ничего не говорит. И та же самая мама идет к логопеду. Логопед на ребенка смотрит, ребенок мальчик, ему два года, и говорит, да что вы, да не беспокойтесь. На всякий случай предлагает сделать курс массажа у знакомой массажистки за деньги. Мама продолжает беспокоиться, несмотря на то, что ей сказали, что может быть там все в порядке. И продолжает дальше всех мучить своими вопросами. Говорит, вы знаете, он еще и на им-то не откликается. И думает она, что для этого нужно пойти к отоларингологу, врачу, который занимается ушами. Врач делает скрининг слуха, ребенок не реагирует на некоторые команды шепотом и так далее. Врач говорит, может быть, у него есть какие-то нарушения слуха, и отправляет проверить слух. Отправляет проверить слух, соответственно, к сурдологу. Там делается достаточно серьезный метод, это вызванные потенциалы. Данные не очень понятны, поэтому сурдолог думает, может быть, это нарушение слуха центрального характера, и отправляет семью к неврологу. А ребенок, в общем, как не говорил, так и не говорит, и на им тоже не откликается. Идут к неврологу номер один. Он опять назначает УЗИ мозга ребенку 2,5 года уже и электроэнсфаграмму. Результаты, естественно, как всегда, почти в таких случаях, они практически обычные, никаких там трудностей не найдено. Невролог думает о том, что все проблемы связаны с нарушенным мозговым кровообращением. И, соответственно, назначается кортексин и цинорезин, потому что невролог еще думает, что нужно жидкость отводить. Но у мамы ребенок как не говорил, так и не говорил. Как на им не откликался, так и не откликается. Поэтому она идет к другому неврологу. Обследование она не помнит, и зато помнит запись в карточке. Перинаталия энцефалопатия и сенсорная аллалия. Ну и, соответственно, никаких лечебно-профилактических мероприятий не последовало. Идет к третьему неврологу мама, потому что не говорит, он и на им не откликается, поведет себя плохо. И третий невролог говорит, есть возможность, что у него такое редкое генетическое состояние, неврофиброматоз, и не пойти ли вам проконсультироваться у генетика. Мама с готовностью бежит в генетический центр, записывается, генетик не проводит исследований, говорит, зря заподозрили, в общем, нет у вас этого состояния. Но ребенок-то не говорит, и на им не откликается, и, в общем, ведет себя плохо. И поэтому мама идет к четвертому неврологу. Невролог не обследует, наблюдает за ребенком, пишет, там есть гиперактивность, и предлагает какое-то медикаментозное лечение, которое уже назначалось предыдущими докторами, но не привело к тому, что ребенок заговорил или начал на имя откликаться. Знакомая мама попала в больницу, и соседкой по палате была какая-то женщина. И когда мама пришла наведать свою приятельницу, эта женщина, услышав историю мамы, которую последние полтора года носится по врачам, бьется головой во все двери, а ребенок у нее тоже бьется головой, не говорит и не откликается на имя, сказала, что у вас же аутизм. И поскольку знакомая просто где-то что-то такое читала, она говорит, ну, наверное, надо пойти к психиатру. Они идут к психиатру без ребенка, психиатр говорит, все, встаем на учет и будем лечить. Мама испугалась. А теперь мы поговорим, что родители думают о программах помощи и программах постановки диагноза. И мы немножко расскажем о том исследовании, которое мы делали. Итак, наша цель была понять ситуацию, в которой находятся родители, проанализировать подходы, которые применяются к выявлению и программам помощи. В нашей стране пытаться сравнить это с тем, что существует в Европе и Соединенных Штатах. Что мы делали? Ну, книжки мы, естественно, читали, анализировали мы всю медицинскую документацию, которую приносила семья. Проводили мы с каждой из семей полуструктурированное интервью в течение часа. И в 2005-2007 году, слава богу, у нас была возможность на расшифровку, поэтому все это расшифровалось совершенно дословно. А в 2012-2013 году у нас такой возможности не было, поэтому мы просто кодировали сами во время интервью. Проводилась междисциплинарная оценка. И еще одна вещь, которая нам очень интересна, это анализ дискурса, потому что мы действительно уверены в том, что то, как мы думаем о наших семьях, то, каким языком мы пользуемся для описаний, сильно влияет на то, какого рода программа помощи получает наша семья. Для междисциплинарной оценки мы использовали данные бесед, проведенных с родителем, медицинскую документацию, шкалы для оценки развития, скрининговую оценку зрения, точную оценку слуха, нашу сославу экспертную оценку. И нам было еще интересно посмотреть, насколько на переживаемый стресс родительский, насколько на программу помощи влияет степень выраженности нарушения. Мы пользовались рейтинговой шкалой CARS. Этические принципы, нам кажется, это очень важно. Все семьи знали, что они в том числе участвуют в исследовании, и мы, естественно, меняем все данные, которые получены. Выборка исследований 42 семьи 8 лет назад, 73 семьи в последние годы. Это все дети, которые являются дошкольниками, и все это семьи, которые имеют детей именно с расстройствами аутиститического спектра. И при постановке диагнозов мы пользуемся принятой в России классификацией МКБ-10. Ну и, естественно, сравниваем лиц тогда существующей ДСМ-4, потому что диагностические критерии, они, в общем, достаточно похожи, просто немножечко разным языком написаны. Возраст родителей мамы от 23 до 42, и папа от 24 до 48 лет. Все семьи, кроме одной, до этого неоднократно обращались к различным специалистам по поводу своих волнений, связанных с поведением или развитием ребенка. И на следующей части я хотела бы заострить особое внимание. Жалобы большинства родителей практически полностью соответствуют диагностическим критериям МКБ-10, классификации, которые официально используются в России. И это вопрос того, что мы должны слушать наших родителей. Они все говорят как надо, мы не очень хорошо их слушаем. А еще это говорит о том, в каком стрессе может находиться семья, если посмотреть на те истории, о которых я только что говорила. Скажите, пожалуйста, родители, сидящие в аудитории, это похожие истории на то, что вам пришлось пережить? Говорят, чуть даже приукрашенные. То есть вы слышали гораздо хуже, мы просто показали, какое количество специалистов. Когда я как профессионал слышу, что у нас семьи нам не верят и не великаются, я всякий раз спрашиваю, товарищи дорогие, а почему они должны вам верить? Вы специалист номер 25, который предложит им 25-й диагноз и 26-й вариант излечения. Почему они должны нам верить? Разговоры про диагнозы, которые чаще всего встречались в выборке в нашей, и которые родители называли как диагнозы, которые частенько присутствуют. И надо сказать, что вот с 2005 по 2013 произошли, конечно, некоторые изменения, хотя базово, к сожалению, в общем, более-менее остается похожим все. Уменьшилось в некотором смысле количество родовой травмы. Как-то она у нас выходит из моды, похоже. Но вот перинатальная энцефалопатия остается и присутствует в большом количестве людей. Поменьше как-то стало ММД встречаться. Но при этом все-таки периодически попадается в карточках достаточно большое количество недифференцированных неврологических диагнозов, которые можно обозначить как резидуальная органика или энцефалопатия или что-то подобное. Довольно часто встречается гиперактивность и часто встречается, в общем, по делу, когда действительно у ребенка есть сочетание в нарушении расстройства эстетического спектра и, собственно, подобных проблем. Очень интересно, что попадаются такие, и нередко попадаются, довольно странные диагнозы, как церебральный паралич. И у многих детей инвалидность оформлена по ДЦП, потому что в младшем возрасте они демонстрировали разные странные образцы двигательные, видимо, но это мое предположение. И родители часто говорят, нам уже все равно на самом деле. Мы уже получили эту свою инвалидность, но пусть она будет нам главной, чтобы нас только там часто не гоняли. Но это просто свидетельствует о том, что на самом деле, к сожалению, мы как медицинское сообщество не очень представляем себе вот эту вот часть расстройства эстетического спектра у маленьких детей. И зачастую принимаем вот эту симптоматику за совершенно другие состояния. Ну и довольно часто встречаются различные диагнозы, которые, собственно, являются скорее описанием сопутствующих проблем. Аллалия, недоразвитие речи, отставание в развитии, ну и так далее. Там они могут разную форму носить, от ЗПР, вы прекрасно их тоже все знаете. Что появилось нового, что у нас не было практически, не встречалось в 2005-2007 году. Появились такие неопределенные фразы в карточках, когда явно люди уже что-то слышали, но похоже, что уверенности в том, что они могут ставить диагноз достаточно рано, у профессионалов пока нет. То есть они пишут, и это здорово, что появилось подозрение нарушение расстройства эстетического спектра или аутистические проявления. Ну вот какие-то вот такие расплывчатые фразы, которые показывают все-таки о чем профессионал в данный момент думают. Но при этом они оставляют большое количество неопределенности для семьи. И у меня буквально вот за день до того, как мы улетали сюда, позвонила бабушка из другого города и стала быстро-быстро говорить, говорит, можно я вам прочитаю диагнозы из карточки. Я говорю, а что с вами? Диагнозы стала зачитывать, а в конце там в принципе написано аутистические проявления. Я ее спрашиваю, вы хотите со мной посоветоваться по поводу возможного наличия расстройства эстетического спектра у вашего ребенка? Нет, этого у нас нет. Потому что для человека, наверное, довольно сложно, когда это один, допустим, сверху написано резидуальная органика, дальше написано там общее отставание речи, а внизу еще и аутистические проявления, то это может быть довольно путающим для родных. И на самом деле человек, который находится в стрессе, ему трудно вычленить вот эти вот отдельные элементы из того, что мы как профессионалы можем представлять или записывать в карточку. Ну вот мы каким-то образом попытались свести, мы не претендуем на самом деле на какое-то глобальное описание ситуации или на окончательное знание правды о той ситуации, которая существует там или какой-то статистики, потому что, конечно, наше исследование очень маленькое, отражает там какие-то, в общем, выборки на самом деле. Ведь тех, кто к нам пришел, нашел, кто был достаточно активен и так далее. И мы не знаем реальную ситуацию положения дел где-то, может быть, в глубинке и так далее. Но, в принципе, мы можем видеть, что лечение, которое предлагается, его можно условно разделить на какие-то медикаментозные лечения, большое количество наотропных препаратов, нейропротекторов, большое количество препаратов, которые некоторым образом должны улучшать речевое развитие, обучаемость, концентрацию внимания. При этом они не относятся к… это не стратера, которая как стимулянт помогает при гиперактивности, а это препараты, которые общим образом влияют на центральную нервную систему. У нас по-прежнему назначают, я не знаю, какие теории за этим лежат и что собираются, в общем, коллеги этим достичь, но назначают иммунальную терапию и остеопатию, разные формы массажа, точечного и прочего, подразумевая, что это может каким-то образом повлиять на развитие, ускорить развитие языка, речи, понимания и так далее. Раньше была в моде биообратная связь, почти все родители о ней говорили, теперь точно такую же моду вошла детоксикация, вывод всяческих разных тяжелых металлов, отравляющих веществ, там какие-то кучи программ, люди скачивают откуда-то из интернета, некоторые профессионалы начинают это советовать. Популярной остается микрополяризация мозга, которая назначалась раньше, назначается сейчас, при лечении светом, иглоукалыванием, появились почему-то пьявки, вот их как-то раньше никто не упоминал, а для развития речи в последние годы стали родители рассказывать, что вот им назначили и что на какие-то особые зоны ставят. Ну и используется респалепт, используются другие психотропные препараты, иногда они используются целевым образом при наличии определенных проблем, иногда они используются курсовым методом «может быть, поможет». То есть в таких ситуациях обычно нет какого-то целевого поведения, которое хотят устранить психотропными препаратами, но присутствует общая задача улучшения развития и снятия, уменьшения количества истерик, возможно, еще чего-то. Ну и мы дальше переходим к такой штуке. Мы пытались анализировать литературу и русскоязычную, и ту литературу, которая присутствует и в зарубежных странах, поскольку так уж сложилось, что мы с Таней работаем и там, и сям, и между двумя культурами находимся и читаем разные вещи. И для нас достаточно важно было понять, что именно мы назначаем и почему. И я вот на самом деле хочу сейчас использовать такую возможность, довольно редкую для меня. Я все-таки доктор не очень опытным и, может, не очень молодой, но и не очень опытный. А у нас есть доктор, на самом деле, здесь очень опытный, с большим стажем. Я вот хотел бы вернуться, может быть, просто на слайд назад. Я не нашел в литературе, но я бы хотел спросить вот профессора Кинга. Не как ученого, а как клинициста. Если я приду завтра с моим ребенком к нему в Америке в клинику, назначит он наотропные препараты или нейропротекторы, или препараты для улучшения памяти моему ребенку? Нет. Будет, и, может быть, это уже вопросы, в том числе и Кони, можно ли улучшить речевое развитие, используя массаж, иглоукалывание, светолечение, электрофорез, можно ли улучшить совместное внимание и коммуникацию у детей с расстройствами аутистического спектра с помощью электрических процедур и микрополяризации мозга? Знают ли они такие моменты? Назначат ли они моему ребенку такое лечение у себя в клинике? Нет. Я бы знала русский. Нет, но нет. Просто для меня это всегда важно. Мне иногда кажется, что я чего-то просто не дочитал и упустил, потому что действительно у нас не хватает времени, чтобы проанализировать всю литературу, которая в мире выходит и которая говорит о каких-то достижениях, в том числе и в лечении аутизма. И мне очень хочется, чтобы я своим пациентам советовал то, что советуют в ведущих клиниках мира и не лишал их возможности, если они есть. Поэтому, собственно, я сейчас использую эту возможность, чтобы себя проверить. Может быть, я не дочитал, не доглядел каких-то последних исследований? И просто, если можно... Можем мы получить более развернутый ответ, не знаю, нет. 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 Но... There's no evidence to support any of the practices that you mentioned, and that is why we would not even think to do that. We do have to be mindful of the possibility that there may be some interventions that could be helpful for some reason, and that's how progress is made in medicine. And so, in the event that a clinician develops a positive experience with some of these interventions, what we would want to see would be to move that forward into a more formal study to really get evidence to support the practice, and perhaps that would lead to a better understanding of for whom that intervention works or not. But nothing that you've mentioned has any kind of support in the English literature. Спасибо. Ну, вот у нас дальше есть программы, собственно, немедицинские. Я не знаю, Таня, хочешь ты о них поговорить? Тогда присоединяйся ко мне, или я сам поговорю. Значит, если мы думаем о немедицинских программах лечения, то мы думаем о том, что у нас есть некоторые методы, которые используются достаточно давно уже в стране, используется холдинг, и довольно широко рекомендуется при расстройствах хаустического спектра, правда, стал рекомендоваться реже. У нас есть довольно большое количество активностей, которые связаны с тем, что люди вместе с детьми получают удовольствие, получают, развиваются. Это арт-терапия, это различные мастерские, это прекрасно. У нас есть логопедические занятия с детками, о чем говорят родители, да, что в большинстве случаев для неговорящих детей многие логопеды пытаются использовать специальный логопедический массаж для того, чтобы каким-то образом помочь детям говорить. У нас существует некоторое количество развивающих групповых занятий, есть занятия с психологом, в основном это в форме игровой терапии и методах следования за ребенком, чаще всего родители об этом упоминают. Есть также и некоторое количество сочетаний групповых с индивидуальными занятиями. Что на самом деле отрадно видеть, что появляются в интервью родителей новые упоминания, да, появляется прикладной поведенческий анализ, появляется сенсорная интеграция, о которой родители читают, о которой родители слышат от профессионалов, и появляется на самом деле информация о дополнительной коммуникации, что практически полностью отсутствовало в 2007 году. Очень редко в 2007 году кто-то из родителей говорил, что они в своей программе помощи получили что-то связанное с дополнительной коммуникацией. Я хочу задать вопрос Коне. Насколько такие технологии, как холдинг-терапия, логопедический массаж, арт-терапия, которая является ведущим методом работы, психотерапия, насколько они применяются в современной практике ведения детей с аутизмом маленьких? В вашей клинике. Часто присутствие информации, которая на самом деле является не совсем адекватной. Ну вот нужно сказать, что в Москве несколько лет назад издали книгу Бруно Бедельхайма «Пустая крепость», которую на самом деле никто, я не знаю даже вспомнят ли коллеги, когда, собственно, считался аутизм результатом холодного материнства. Но вот там в аннотации к этой книге, если вы посмотрите, она рекомендована для психологов, педагогов, психиатров и так далее. Там написано книга современного американского ученого. Что на самом деле, в общем, не является правдой, потому что эта книга не очень современная и не очень, так сказать, имеющая отношение к реальности. И мы, к сожалению, видим, к нам приходят студенты, которые у нас работают в наших программах, которые участвуют в наших образовательных курсах, и вдруг у нас появилась такая ситуация, когда вот эту книгу включают в какие-то образовательные куски и дают читать, может быть, как историю вопроса, я не знаю, но вы понимаете, что такое студент, когда он получает две книжки, и у него нет времени, то он, может быть, выберет ту, которая выглядит поинтереснее, с более провокационным названием, и забудет прочитать вторую. Поэтому это все-таки очень серьезно, и для нас важный пункт говорить о том, что большой генетический компонент в расстройствах аутистического спектра присутствует. Нет никаких доказанных связей между холодным материнством и развитием аутизма. Я даже не знаю, нужно ли это подтверждать с нашими американскими коллегами, потому что время бежит, поверьте нам на слово, если что, в перерыве у них переспросите. Родители часто видят, и почти уверены, что, в общем, у ребенка есть расстройство аутистического спектра, зачастую за год раньше, чем они получают такой диагноз, официально уже установленный через службу. Это сейчас меняется. В больших городах мы видим чаще все-таки раннюю постановку диагноза в Москве, в Петербурге, в Нижнем Новгороде, в других регионах это может быть иногда пореже. Хотя наши города настолько большие, что все зависит просто от того, по какому пути первому пошел, собственно, ребенок. И тяжелая штука в том, что при таком обилии разных рекомендаций родители часто находятся в недоумении, вообще надо лечить, не надо лечить, что с этим совсем делать. И на всякий случай, наверное, лучше полечить. Это приводит, конечно, к потерям времени. Все-таки мы знаем, что нарастает симптоматика. Если мы не начинаем поведенческие стратегии достаточно рано, если мы лишаем человека дополнительной коммуникации, если мы не боремся со стрессом в семье, то мы, конечно, видим детей, которые приходят с гораздо... с симптоматикой, которая развернута в большей степени. Другая крайность, которую выбирают родители, я не буду вообще ничего давать. И прививок делать не буду, потому что все, что говорят, оно непонятно и запутанно. И на самом деле, что одно нехорошо, что другое плохо. Ну вот я хочу остановиться на том, что очень часто у нас появилась тема про прививки. Меня как педиатра и как по базовому образованию, это, конечно, пугает, потому что все-таки опасные инфекции, они остаются опасными. И никаких, я опять же не знаю точных доказательств о связи, вакцинации и развитии аутизма. И опять же, Брайан, мне придется спросить вас, знаете ли вы о такой связи? Спасибо большое. Многие родители, находя информацию в интернете, начинают самостоятельно работать с дополнительной альтернативной коммуникацией. Часто это находит поддержку у профессионалов, к которым они обращаются. И это для нас просто замечательная новость, потому что это очень важно для многих детей. Даже для детей, которые говорят, им очень часто нужно использовать поддержку для того, чтобы они могли безопасно общаться. И есть, конечно, там сложности. Пока очень часто мы видим, что находятся на уровне, когда педагог уже знает о необходимости дополнительной коммуникации, но еще сложно, допустим, провести оценку индивидуальной потребности. Кому нужны карточки, кому нужны пиктограммы, кому нужны реальные объекты, кому-то нужны подписи к словам и так далее. И мы видим, что иногда целая группа детского сада получает одинаковые карточки или одинаковые пиктограммы, и они там на каждой двери просто наклеены. И это просто шаги роста. Мы понимаем, что чтобы на самом деле достичь чего-то, наверное, нужно пройти такие вот общие человеческие ошибки. С другой стороны, конечно, иногда родители приходят и говорят, мы попробовали и больше не хотим, потому что не помогло. Ну, а не помогло, скорее всего, потому что, собственно, были взяты какие-то усредненные, неадаптированные под ребенка методы коммуникации. И, конечно, по-прежнему сохраняется вот это мифическое мышление, которое говорит о том, что дополнительная коммуникация помешает дальнейшему развитию речи. Если мы дадим ребенку карточки, то как же он у нас будет говорить? По-прежнему этого боятся родители, боятся профессионалы. Мы со своей стороны стараемся, чтобы побольше переводилась литература об этом. Спасибо Центру лечебной педагогики за прекрасное издание ПЕКС, которое случилось совсем недавно, книги и так далее, книжек по поведенческой терапии. Так что ситуация меняется, в интернете появляются целые ресурсы, которые связаны и с дополнительной коммуникацией, и с поведенческой терапией, и это очень хорошо. Ну, и я на самом деле вот это все проскочу, потому что мы, по сути, с вами приходим к концу нашего выступления, потому что мы исчерпали свое время, поэтому некоторые слайды я с вами проговорить не успел, но у нас будет возможность с вами в перерыве встретиться, поговорить, обсудить и у вас задать какие-то вопросы. Я искренне верю, что вот тот путь, который мы вместе с вами проделываем, у родителей он сложнее. Мне все-таки легче. Я вечером отвлекся и не думаю об аутизме, и мои все, собственно, какие-то там метания и попытки найти какие-то способы, они все-таки связаны с моей работой. Это интересное профессиональное развитие, это замечательные люди, замечательные родители, с которыми я встречаюсь. Родителям бывает сложнее. Почему мы на самом деле так хотели каким-то образом в том числе дать тем родителям, с которым мы работаем, возможность озвучить их проблемы не просто от одного человека, а некоторым образом собрав их в этом исследовании, потому что мне кажется, что если у них не будет голоса, то мы как профессионалы никогда не узнаем, что же на самом деле людям нужно и что на самом деле с ними происходит, потому что я могу находиться как врач, как профессионал в некоторой иллюзии, потому что вот я в своем кабинете делаю так, но это отнюдь не значит, что весь мир выглядит так, как выглядит мой кабинет. И нам надо с вами думать о том, чтобы вот эта среда, которая есть для семьи, она была комфортной, принимающей, доброй. И она становится такой, она становится все более комфортной, доброй и принимающей. И я очень надеюсь, что мы вместе с вами сделаем что-то очень большое, хорошее. И я благодарен людям, которые эту конференцию устроили. Спасибо вам всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин